В центре Киева новый Майдан, теперь финансовый. Милиция жестко разогнала собравшихся, но уже буквально на следующий день они вернулись. Участники акции требуют закрепить старый курс гривны и уволить главного банкира страны. Украину трясет. Народ в панике скупает продукты и делает селфи на фоне пустых полок и очередей. Эксперты предрекают падение курса национальной валюты. Кабмин заявил о пересмотре заложенных в госбюджете курса доллара 21,7 гривны и инфляции в 26%. Как слишком оптимистично. Но агентство «Блумберг» выдало утечку, что МВФ может 11 марта отказать Украине в новом кредите. О цене революции. Ольга Аксеньевич. Полки, еще недавно ломившиеся от пачек сахара, пустуют. Муку и крупы на развес выносят мешками. Гривна в крутом пике. Теперь и продукты. Выгодное вложение. Смысла нема. Время денег держать. Надо тратить на продукты хотя бы. Весь сыр-бор из-за последней бутылки акционного масла. Вот так. С легкостью жители Западной Украины из культурных европейцев превращаются в африканских туземцев. Причем в прямом смысле реальная зарплата теперь ниже, чем в Замбии или Гане. А ведь дальше неизвестность. Цены растут не то, что каждый день. Час. Утром макароны 11 гривен. Вечером уже 15. На заправках наоборот пусто. Бензин берет новую высоту. Почти 30 гривен за литр. Если пересчитать 50 рублей неподъемные при местных зарплатах, каждый четвертый украинец уже сегодня чувствует себя за чертой бедности. Одни только коммунальные платежи съедают почти всю зарплату. На чем же тогда остается экономить? На всем. Вдобавок с апреля дорожает электроэнергия на 40%. Такое условие поставил перед украинским правительством МВФ. Получается за кредит, который по некоторым данным государство может так и не получить. Люди будут платить из собственных карманов. Своё недовольство новым властям высказывает всё больше людей. У мэрии собирается около тысячи человек. Этот бессрочный митинг уже окрестили финансовым Майданом. Активисты разливают чай, готовят палатки и вспоминают, как накануне бойцы Насгвардии и милиция жестоко разгоняли их безоружных. Когда падал какой-то человек, они на него нападали, человек 5-6, сбили его палками и буквально топтались. Вы не боитесь, что следующая власть обвинит вас в том, что это было незаконно, как в своё время было с разгоном Майдана? Найти виновных министр МВД пообещал лично. Но дальше показательной отставки начальника милиции Печерского района дело так и не пошло. Более того, новые власти так рьяно клеймившие действия Беркута. Сами с насилием завязывать, очевидно, не собираются. На этих кадрах очередные учения милиции в Одесской области. Бойцы готовятся ликвидировать массовые беспорядки. Место учений выбрали не случайно. Свой финансовый Майдан устроили и одесситы. За год национальная валюта девальвировала в 4 раза. Впрочем, эксперты уверены, гривну раньше переоценивали. Курс 8 за доллар страна самостоятельно обеспечивать просто не могла. На плаву поддерживали международные кредиты. Подкармливала Россия. Государственный переворот, война на Юго-Востоке и, конечно, бестолковая экономическая политика. Открыли ящик Пандоры. Новая власть этого не признает. Никаких фундаментальных оснований нет. Если фундаментальных оснований нет, то если мы паническую составляющую убираем, то цифры сами возвращаются туда, где они должны быть. Продовольственная паника и банковский ажиотаж. Когда люди массово забирают свои вклады, гривну безусловно ослабляют. Но основную причину падения сократившиеся почти в 4 раза золотовалютные резервы Гонтарева предпочитает не обсуждать. По некоторым данным, триллионы гривен ставленница Порошенко закачала принадлежащие олигархам банки. Есть тот же клан Приват Коломойского, есть клан Порошенко, есть Кучма Пинчук, есть Ахметов, есть недобитый клан Ющенко. Нужно эту кланово-олигархическую модель ломать. Но дальше слов дело не идет. А попытки ручного регулирования экономики проваливаются. Неконтролируемый черный рынок диктует свои условия. Президент Порошенко в падении гривны винит мифических врагов и сохраняет весьма наивный для опытного в прошлом банкира оптимизм. Мы проводим решительные меры, чтобы выданный дополнительный ресурс вернул гривну на отметку 20-22 за доллар. Встают шахты, разоряются заводы. Армия безработных растет в геометрической прогрессии. Еще в декабре Вера Куленцова работала на предприятии, обанкротилась. Что делать теперь, женщина не знает. Как только узнают, что я женщина и главная инженера, я претендую на должность, я была главным инженером, никому этот главный инженер не нужен. Многие решают уезжать из страны. Но Европа, в частности Германия и Польша, все чаще отказывают украинцам в визах. Эксперты уверены, основной поток беженцев хлынет в Россию и Белоруссию. К креативному классу сильно достанется, потому что на Украине достаточное количество и дизайнеров, и парикмахеров, и стилистов, и журналистов. В сегодняшняя Украина уже уехала около 6 миллионов человек. Осталось 40 миллионов. Если страна рухнет в финансовую пропасть, трудно представить, скольким еще придется сняться с места, и сколько проблем будет у ближайших соседей этой страны, прежде всего у России. Ольга Аксенич, Татьяна Каминская и Сергей Сенченков в Центре Событий. Ольга Аксенич, Татьяна Каминская и Сергей Сенченков в Центре Событий.